Доброе утро, друзья! Соскучились мы тоже, но мы не позволим вам скучать эти два часа. Что может быть лучше? Море, солнце, пляжи. А мы находимся в самом эпицентре самого яркого события этого лета, где проходит фестиваль спортивных состязаний «Экстрим Крым». А для вас в прямом эфире работает Александр Ткачев и Салия Салямова. И мы вещаем сразу на двух телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24» на часах 9.01. И я думаю, что это самое время поговорить о чем-нибудь очень хорошем. Конечно, вы наверняка сейчас пьете чай или кофе и даже не подозреваете, что наш новый терминал аэропорта принимает в день 250 тонн багажа. Вы только вдумайтесь в эту цифру, сколько людей к нам приезжает. Причем очень сложная технология сортировки багажа производится на оборудовании, произведенном в России. И подробнее об этом расскажет Дмитрий Попов в своем сюжете. Пора отпусков. Нагрузка на аэропорт увеличилась в сутки 30 тысяч пассажиров. 250 тонн багажа. Летние сумки не такие уж и легкие. В этом уже успела убедиться Оксана Колтун с сыном Сашей. Они отдыхали в Гурзуфе. Купаться, нырять. Домой в Новосибирск туристы возят не только впечатления, но и сувениры. Допустимый объем и вес сумок у авиакомпаний отличается. Вес вашего багажа составляет 18 килограмм. Допустимая норма 23 килограмма. Упаковывать сумки в пленку не обязательно, но это поможет избежать повреждений. На каждую надевают специальную ленту. И указывается фамилия пассажира, его бронь, вес, направление, дата. И этот же уникальный номер. Маленькая часть данной идентификационной бирки остается у пассажира. Дальше отдел сортировки. Тут багаж пропуска через специальное рентгеноборудование. Если бы эта сумка показалась службе безопасности подозрительной, тогда бы лента опустилась и она изменила бы направление и поехала вниз на дополнительный осмотр. Оружие, наркотики, очевидно, незаконные вещи. Есть и такие предметы, которые кажутся безопасными, но они запрещены. Берут газ, который запрещен. Берут бензин для заправки бензиновых зажигалок, который также запрещен. Бывают, берут патроны, которые уже стреляны. Оказывается, в Севастополе это популярный сувенир. К Новому году часто пытаются провести пиротехнику. Лента для транспортировки груза уникальна. Разрабатывали ее московские специалисты. Первым получил новшество Крым. Все детали здесь отечественные. Система отличается от зарубежной тем, что можно регулировать высоту для удобства оператора в обработке багажа. Животные тоже отправляются в багажное отделение. Все, кроме мелких грузунов, они могут сбежать и повредить вещи. Перед путешествием все четвероногие должны пройти осмотр ветеринара. Эта кошка полетит во Владивосток. Перед отправлением клетку тщательно изучили. Ее точно не поставят рядом с собакой. Это запрещено. Дальше сумки сортируют вручную. Куда они направятся, определяют по биркам. Следом груз едет к самолету. Сережа Калашников, контейнера на 1С Альфа. Здорово. Принял. Эти контейнеры уже ожидает Боинг-777. Он летит в Санкт-Петербург. Погрузка автоматическая. А этот аэробус прилетел из Москвы. После проверки технического состояния самолета сотрудники приступают к разгрузке. Первые пассажиры получат сумки через 15 минут после прилета. Потери багажа бывают. Чаще всего это происходит из-за экстренных пересадок пассажиров с рейса на рейс. В этом случае. Пассажиру необходимо заполнить доверенность для доставки багажа по адресу пребывания в Крыму. После прибытия багажа пассажиры информируют о том, что багаж прибыл и авиакомпания-перевозчик доставляет по адресу. Это скорее исключение. Отечественная система обработки багажа справляется со своими задачами четко и точно. Такую же в ближайшее время планируют установить в Грозном и Петропавловск-Камчатском. Дмитрий Попов, Седьмимед, Кукчиев, Новости 24, Симферопольский район. Крепость Керчь. Это своеобразный магнит, который притягивает археологов и любителей истории. Вот на протяжении уже последних трех лет там работает группа волонтеров, которые раскапывают древние туннели, очищая их от мусора и грунта. Ну, а ты знаешь, Саш, интересно, кто же успел там намусорить. Но действительно, сейчас у добровольцев много работы. А также есть секреты, которые хранит эта крепость. И о них расскажет наш корреспондент Светлана Ермильченко. Это мы еще почистим. Метеорочку собирает. С утра на объекте кипит работа. Степана Хременко вручную копает грунт. Волонтер приехал в Керчь из Москвы. Историю города двух морей он изучает с детства. После войны тут находился военно-морской. Исбат. И после этого крепость забросили. И в советское время начали использовать как пациентар. То есть на данный момент мы убираем, грубо говоря, отходы, жизнедеятельности свиней, их кости, перегнивший пол. Добровольцы трудятся на территории крепости Керчь третий год. Этим летом сюда приехало больше ста человек из разных регионов России и соседних стран. Освобождать уникальные фортификационные сооружения от мусорных отложений приходится с большим усилием. На некоторых участках их толщина достигает двух метров. Расчистку этого подземного хода волонтеры ведут вторую неделю. Он был полностью засыпан землей. Работают обычными лопатами и щетками. Потом землю грузят в тачку и вывозят. За три сезона волонтеры полностью расчистили несколько крупных объектов. Голубые ворота, примыкающую к нему паттерну и редюит прикрытого пути. Почти сто лет эти сооружения служили единым оборонительным комплексом. Крепость спроектировал генерал Эдуард Татлебин в 1856 году. Особенности конструкции таковы, что в случае ее осады противнику не остается шансов из нее выбраться. Пошла работа в архиве, поиск документов, общение с руководством музея. Мы вычистили второй этаж редюита, частично первый этаж. На 80% отсюда грунт был вывезен. Участникам экспедиции удалось реконструировать перекрытие между первым и вторым этажами редюита. В следующем году они планируют продолжать реставрацию и исследование крепостных подземелий. Сама крепость не совсем справляется, у нас маленький штат. И кроме того, мы надеемся, что привлекаем волонтеров, мы фактически людей учим ценить наше культурное наследие. Потому что мы глубоко убеждены, что именно объекты культурного наследия являются теми реперами, точками нашей истории, которые позволяют всем желающим обратиться к своим истокам. Обновленные участки крепости пока недоступны для посетителей. И в будущем сотрудники музея разработают новый экскурсионный маршрут. Светлана Ермельченко, Олег Черемисов, Новости 24, Керчь. Ну что ж, а из крепости мы предлагаем переместиться снова на берег Черного моря, где сейчас просто комфортнейшая температура. Я могу констатировать, отличная погода. Тебе еще не припекает солнышко? Совершенно. И с моря дует такой приятный ветерок. В общем, все, что надо для отличного отдыха. Но хочу сказать, что если бы не ветерок, то было бы, наверное, жарковато. А днем уж так и подавно вообще солнце, наверное, расплавит наши головы. Ну а подробнее, чего же ожидать от сегодняшней атмосферы, я предлагаю узнать из следующего сюжета. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Так, ну и я бы хотела еще сделать некоторые уточнения. Сегодня в Симферополе переменная облачность. Без осадков дует юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 33 градуса. В Севастополе похожая температура и погода. Ветер тоже юго-восточный. Температура воздуха до 28 градусов тепла, а ветер 6-11 метров в секунду. Идентичная погода будет и в Ялте. Там тоже переменная облачность. Также не ожидается никаких дождей. И днем будет 32 градуса. Тоже жара. В Керче, в Керче чуть горячее. В Керче до 32. И в общем-то тоже прекрасная погода без осадков. Но, кстати, синоптики предупреждают, что такая погода может продержаться недолго. То есть уже эта рабочая неделя началась хоть и из тепла. А завтра ожидаются грозы и ливни. И такая погода придет к нам с северо-запада. То есть прямо оттуда, где мы находимся. Ну, я думаю, что сия чаша нас сменет. И здесь будет такая же прекрасная солнечная температура. И ведь это очень важно, потому что именно здесь, на Экстрим Крыме, столько людей собралось, которые занимаются спортом, которые радуются солнцу, морю. И давайте не будем их расстраивать. Как говорят церковники, за благо растворение воздухов. Да. Но, ты знаешь, Саш, такая погода, оказывается, нравится не только нам, людям, но также и попугаям, которые живут у нас в Гагаринском парке. Я, правда, их еще не встречала, но это объяснимо, потому что они пока что находятся в вольере. Их оттуда не выпускали до сегодняшнего дня. Вот сегодня, буквально на днях, и должны выпустить. Они адаптировались все это время, сейчас чувствуют себя комфортно и уже готовы летать по парку. Их можно будет там встретить в любой момент. Ну, нужно сказать, что эти попугаи называются неразлучниками, и они являются попугаями тропическими. Они знают свой дом и всегда возвращаются в том месте, в котором живут. То есть они не улетят никуда, да? Не улетят, они обязательно вернутся. А что касается попугаев, есть одна очень интересная порода попугаев, которые называются зеленые ожереловые попугаи. Так вот, эти попугаи, они самые, ну, если можно сказать так, морозостойкие в мире. И они вполне могли бы жить в условиях Крыма. Интересно, что, например, целые колонии попугаев уже обитают, например, в Ташкенте. Половина Северной Европы, там, я имею в виду страны Скандинавии, в этих холодных городах, казалось бы, эти попугаи живут как голуби. И вот у меня такая мечта есть, когда-нибудь у нас в Крыму завести пару десятков попугаев, их размножить, а потом выпустить. И представляешь, как было бы замечательно, если бы на Симферопольских площадях вместо серых голубей, таких невзрачных, были попугаи. Ведь здорово было бы. Не обижай голубей, они тоже нужны. Но, действительно, попугаи чувствуют у нас хорошо. Вот даже те же самые неразлучники, попугачки, которые живут в Гагаринском парке, они уже успели расплодиться. Если в прошлом году было 20 пар, то в этом году уже стало 40. То есть чувствуют они себя очень комфортно. Да, наши парки расцветают, и тут ничего не скажешь. Гагаринский парк и детский парк, везде все какое-то благоукрашение, и везде становится интересно. Ну вот, в частности, детский парк славен не только своими дубами, одними из самых старых в Крыму, но и коваными фигурами, у которых очень интересная судьба. А подробнее о ней расскажет Стефан Филатов. Вот так кованые фигуры в детском парке Симферополя выглядели совсем недавно. Обрывки объявлений, отломанные детали, неприличные надписи. Я бы схватила за руку, заставила бы родителей все это отмывать, очищать, наказывать за это. И тогда, я думаю, что этих проявлений вандализма было бы намного меньше. То, что вот для нас делается, то, что благоустраивается, я считаю, что нужно ценить, уважать и приумножать. Сейчас на большинстве кованых фигур не осталось и следа вредительства. Граффити скрыты под слоями новой краски. Цвета, кстати, выбирали всем городом. Прежде чем начать обновление и покраску кованых фигур, администрация детского парка провела интернет-опрос. Жители Симферополя могли высказать свое личное мнение о том, какими цветами должны все эти конструкции пестрить. Когда речь зашла об этом гоночном болиде, большинством голосов был выбран именно вот такой оттенок синего. Этот цвет называется Монте-Карло. Согласитесь, говорящее название, как для такого автомобиля. Сделанные из грубых деталей, на самом деле эти автомобили интерактивные, что и привлекает маленьких посетителей парка. Дети в таких машинах чувствуют себя настоящими пилотами на Формуле-1. Крутят руль, переключают передачи. Владулечка, только аккуратно, не сломай ничего. Ремонт и покраска кованых фигур выполнены на 90%. А сколько времени пройдет до следующего обновления, зависит только от нас с вами. Мы не закрываем от посетителей, мы никогда не ограничиваем детей в чем-либо. Мы просто просим, будьте, пожалуйста, предельно аккуратны и осторожны. Облупившаяся краска и проступающая ржавчина. Волшебная повозка потеряла свой первозданный вид, но, как и раньше, собирают вокруг себя много ребятни. После ремонта карета наверняка станет еще популярнее у малышей. До конца июля администрация детского парка планирует обновить и покрасить все кованые фигуры. Все, кроме одной. Исключением стал этот паровоз. В сентябре его росписью займутся воспитанники одной из местных творческих школ. В выборе цветов и красок у ребят нет никаких ограничений. Стефан Филатов, Максим Турчев. Утро нового дня. Купалась ли ты на ночь с Илья? На ночь? Где, смотря? В море или в душе? Можно уточнить. В море? Ну, как-то было дело, конечно же. Ну, на самом деле, довольно опасное мероприятие, поэтому не рекомендую. Но вот на самом деле, вечерком почему бы нет? То есть вечером это до скольки? Пока светло. Пока светло. Но, ты знаешь, у нас сейчас уже в студии находится тренер по плаванию. Да. Вот мы у нее и выясним, когда же лучше все-таки плавать. Я отправляюсь к ней. Отправляйся. А я, дорогие друзья, вам еще раз напомню, что плавание в море, в открытом водоеме, это весьма опасное мероприятие. И не стоит подходить к этому залихватски. Обязательно надо оценить себя и свое состояние. Уж если вы на душу приняли, ни в коем случае не окунайтесь в воду. По крайней мере, не плавайте далеко. Также не отпускайте детей в море, потому что, повторюсь, это источник опасности и может закончиться трагедией. Да. Ну вот мы находимся на море и, конечно же, не можем не говорить о плавании, о тех методиках, которые можно применять не только в водоемах, как говорит Саша, а и вот, например, прямо здесь, где мы и находимся. Но представлю нашу гостью. У нас сегодня Мария Есина, тренер по плаванию. Здравствуйте. Доброе утро. Мария, ну вот меня интересует, вы больше километров в своей жизни прошли или проплыли все-таки? Проплыла, наверное. Ну, здесь я прохожу порядка 27-25 километров. Очень насыщенный график, помимо того, что мы плаваем, тренируемся. Хочется посмотреть близлежащие достопримечательности и пешком ходим к ним. В одну сторону 10 километров и обратно. Получается 20. Немало вы проходите. Ну, вот вы сказали, вы тренируетесь. К чему вы готовитесь? Готовлюсь к заплывам на открытой воде в этот сезон, начиная с мая и по сентябрь. И непосредственно в бассейне тоже принимаю участие в соревнованиях. В бассейне можно получить звание, повысить свое звание на открытой воде. Это просто как увлечение для себя, проплытие определенное количество километров до буй и обратно. Но вот вы готовите профессиональных спортсменов. Не только профессиональных спортсменов. Приходят люди без базы. Без базы это те, которые совершенно не умеют плавать или умеют, но неплохо так? Держатся на воде, скажем, держатся на воде. Делают звездочку, делают стрелочку. Это очень хорошо. У них уже нет страха воды. Они приходят с огромным желанием переплыть в Босфор, в Волгу, участвовать в других заплывах на открытой воде. За месяц можно поставить базу, дать технику. То есть человек уже будет плавать достаточно хорошо. И дальше для откатки буквально два месяца и можно в десятку. Я бы хотела здесь уточнить. То есть вы можете за месяц человека с нуля научить плавать так, что он сможет переплыть в Босфор? Босфор нет. Но дать базу для того, чтобы можно плыть. Хотя даже ребенок может переплыть в Босфор. И это правда, потому что течение на Босфоре иногда доходит до 7,5 км в час. Нужно будет на старте побороться с течением, пройти по течению. У тебя течение будет нести к финишу и немного на финише тоже побороться против течения. Ну вот я знаю, что сейчас как раз там и проходят соревнования. Да, сейчас проходят соревнования. Это, наверное, международные, да? Да, это международные, межконтинентальные доплыть в Азию. Получается, межконтинентальные заплыть, да. А вот как наших пловцов вы оцениваете? Вообще вот Россия, она спортивная страна. Ну вот что касается плавания, ну как-то в этом плане не сильно она, наверное, гремит. На международных конкурсах. Определенно наша страна спортивная и развита она по всем направлениям. Плавание, ну я бы не сказала, что плавание у нас не развито. У нас просто немножко другие методики и они отличаются от западных. У нас есть спортсмены, включая Ефимова и Морозова, которые тренируются у самого знаменитого тренера Америки, Дэйва Сало. И при этом они занимают медали. Ну да, преимущественно те, которые тренируются у этого тренера. Они забирают медали и восходят на пьедестал, да. Наша методика немножко в России отличается тем, что наши спортсмены-пловцы, они выплывают в километраж. Что это значит? Не совсем понятно. Есть прописанная программа, например, за тренировку проплыть 6,5 километров. И ребята должны за одну тренировку проплыть это заданное количество километров. Но здесь еще зависит от подхода. Можно страдая проплыть, как бы так сказать, эти километры, а можно играючи в состоянии потока их проплывать, при этом не замечать, что тренировка у тебя проходит. Это драфтинг, когда становится один спортсмен и другой спортсмен на одну дорожку или рядом. Один из них сильнейший, и ты стараешься его обогнать. И тогда время летит незаметно. Ты не замечаешь, когда заканчивается тренировка. И километраж у тебя уже закончен. Ну, а в вашей практике были случаи, когда вы говорили начинающему спортсмену, что извини, но тебе это не дано. Все-таки вот плавать ты, наверное, так не сможешь хорошо. Не сказать, что такие случаи были. Правда, в практике был очень интересный случай с девушкой. У нее были нарощенные ресницы. Ей очень сильно хотелось научиться плавать, только лишь потому, что она хотела стать на серф на Бали или на Шириланке, точно уже не помню. И чтобы научиться почувствовать воду, нужно первое время плавать без очков. Без очков она вообще боялась. Не могла, конечно, ресницы мешают. Конечно, ресницы мешают. Я предложила все свои очки, и стартовые, и обычные, и обтекаемые, и не обтекаемые. Ей очки не подходили. Мне было единственное предложение. Либо она снимает ресницы на месяц, но потом сделает свою красоту обратно. Либо отказывается от плавания. К огромному сожалению, она отказалась от плавания. Спортная карьера ее не сложилась из-за ресницы. Спортная карьера не сложилась на серф. Я надеюсь, она все-таки встанет. А вот что касается детей, родителей, которые к вам приводят своих деток, научить их плавать. Как вы учите, какая у вас методика, есть ли какие-то правила? Я, например, вспоминаю, как это было со мной. Мама меня укладывала себе на руку, а потом эту руку убирала. Но многие ругают эту методику. Сейчас очень распространено в России, но не в Крыму, грудничковое плавание. И начинают учить плаванию буквально с трех месяцев. Здесь больше ориентир до года, до двух лет. Это поправление здоровья, воздействие на все наши системы, органы. Благоприятное плавание влияет в любом случае. Здесь как такового плавания нет. Просто оздоровительная польза. Дальше уже идет плавание, освоение техник. И тоже зависит от ребенка, пикническое у него силосложение. Ну, если он такой крупненький, говорят, обычно не подходит для плавания. И остенник вытянутый, высокий, широкая спина, тогда да. И опять же, прежде чем попасть в спортивную школу, нужно пройти отбор. Там отжимания, челночный бег. Подождите, если ребенку шесть месяцев, какие отжимания? Нет, я говорю не про этих маленьких детей, да. Уже о более старшем возрасте. Плавно перетекаю в разговор о взрослых ребятах. Понятно. Отбор, профотбор. И непосредственно смотрим на психологическую устойчивость. Готов ребенок работать, корпеть на результат или нет. Многие приходят, у меня ученица, которая была практически на отчислении в спортивной школе. Я работаю преимущественно с такими, которые идут на отчислении. Я их вытягиваю на юношеские разряды, на взрослые разряды. Она пришла, чтобы научиться плавать. Ей просто хотелось научиться плавать. И потом как-то сложилась ее спортивная карьера. Сейчас она уже получила третий взрослый. И работаем на второй. Мы желаем, чтобы в вашей карьере было как можно больше таких спортсменов, которые бы приносили нам огромное количество наград нашей стране. Ну и, конечно же, вам удовольствие от работы с ними. Спасибо большое. Напомню, у нас сегодня Мария Есина, тренер по плаванию. К этой теме мы еще обязательно вернемся, потому что, ну, извините, сама атмосфера к этому благоволит. А сейчас я перемещусь к своему коллеге Саше. А пока что вам предлагаю посмотреть новости интернета. Вот это гостеприимство на железнодорожном вокзале в Индии пассажиров поезда ждал неожиданный сюрприз. Им пришлось принять незапланированный душ. Как оказалось, незадолго до прибытия экспресса на перроне прорвало трубу. Хорошо, что не канализационную, пишут комментаторы. Вызов принят. Челлендж Боттл Кэп набирает популярность в социальных сетях. Люди со всего мира соревнуются, кто эффектнее собьет ногой крышку с бутылки. К игре присоединились даже знаменитости. Герои этого ролика в мастерстве и смекалке обогнали всех. Выглядит опасно, поэтому в домашних условиях эксперимент лучше не повторять. Перепрыгнул всех. Во время гонки Тур-де-Франс спортсмен на байке совершил хитрый и опасный трюк. Разогнавшись по крутому склону, с помощью трамплина велосипедист перелетел с одной стороны дороги на другую. Экстремал преодолел 16 метров над головами своих соперников и эффектно приземлился. Даже если гонка не принесет ему победу, это видео точно сделает его популярным. Пока одни спортсмены заряжаются адреналином на велосипедах, другие занимаются рафтингом. Во время головокружительного спуска по течению горной реки можно не только пощекотать себе нервы и искупаться в ледяной воде, но и снять яркое видео для социальных сетей, что и сделал автор этого ролика. Нас не обманешь. Парень из Краснодарского края решил узнать, насколько точно работают весы на рынке и устроил рейд по разным торговым точкам. Вооружившись килограммовой гирей, под видом покупателя он взвешивал ее везде, где только можно. В ходе расследования оказалось, что все весы показывали разные цифры. У одного продавца стрелка остановилась на отметке в полтора килограмма. Ты срываешь джекпот, ты бьешь все рекорды. Бьешь сколько? Сколько? 1500 грамм. Проявил находчивость и герой этого видео. В ответ на шумную вечеринку соседа бразилец оборудовал квадрокоптер пиротехникой и запустил фейерверк прямо над веселой компанией. К счастью, от залпов никто не пострадал, но как бы празднично не выглядело это фаер-шоу, повторять такой опыт лучше не стоит. Пожарную безопасность никто не отменял. Без комментариев подводный корреспондент явно забыл о праве на частную личную жизнь. Мало того, что вторгся в чужое жилище, так еще и попытался сфотографировать хозяина. Разозлившийся осьминог решил напомнить папарацци о журналистской этике и оттолкнул надоедливую камеру щупальцами. Хорошо, что водную полицию не вызвал. Ну, собственно, мы продолжаем тему плавания. И стоит отметить, что 63 людям на воде понадобилась помощь. Это говорит о том, что многие из тех, кто умеет плавать, недооценивают свои силы, заходя в море. А вообще в этом году спасателям удалось спасти 729 человек. Ну, большинство, конечно же, тех, кто стали жертвами и пострадавшими в ДТП. Но, тем не менее, людей, которые так немножко своеобразно относятся к плаванию, тоже довольно много. Дорогие друзья, важно помнить о том, что помощь в этих случаях довольно простая. Запомните всего лишь три буквы. A, B, C. A. Air. Воздух. В первую очередь нужно очистить дыхательные пути от воды и слизи. B. B. A, B. Breeze. Дыхание. То есть нужно сделать искусственное дыхание. И C. Cardial. Сердце. Соответственно, нужно сделать искусственный массаж сердца. На один вдох надо сделать, как мы знаем, основанием ладони 15 надавливаний и один вдох. Глубина проседания грудины должна быть не менее 6 сантиметров. Это выглядит жгутко, наверное, но, тем не менее, только так можно спасти человеку жизнь. А мне приходилось делать искусственное дыхание. И как, удачно? Удачно, потому что это был манекен. Это была всего лишь тренировка, и мне показывали, как надо оказывать первую помощь. Я скажу, что это нелегко, конечно же, страшно, но действия нужно знать. Но вот кто точно может всегда оказать помощь, и не только медицинскую, это, конечно же, наш коллега Артем Андроновский, который сейчас находится на улице к Симферополе. Перенесемся туда. И, наверное, кого-нибудь спасает. Да, коллеги. Доброе утро. Саля, Саша, здравствуйте. Ну, как вам мое место, где еще совсем недавно мы с Александрой сидели на пляже, радовались этим солнышком. Ну, а сейчас я здесь, поэтому я вам желаю удачи. Пользуйтесь солнцезащитным кремом, а главное, просто успейте налюбоваться этой красотой. Потому что, скажу вам честно, я, казалось бы, провел там, ну, фактически, неделю, и все равно еще вот думаю о море. Но, тем не менее, Симферополь встретил меня мягко, скажем, солнечно. Давайте начнем с погоды, пока я иду фонтаном в прекрасном, по-настоящему рассветшем летнем парке Тренева. Итак, погода пока что 27-28 градусов по Цельсию, но уже в обед это будет приблизительно 31 градус настоящего летнего тепла. При этом влажность совершенно невысокая, приблизительно 45%, что говорит о том, что нужно взять с собой побольше воды, так как вы будете быстро терять влагу, отдавая ее в воздух, буквально в атмосферу. Что касается ветра, это абсолютный стиль, я думаю, что это видно, хотя вот, скажу честно, я сейчас нахожусь возле фонтана, и, в принципе, капли долетают, поэтому, пожалуй, вернусь в тень поближе к деревьям и спрячусь. Симферополь по-настоящему летний, и вы знаете, никак не могу сказать, что хотя бы немножко понедельничный. Дело в том, что, несмотря на обилие машин, пробок еще нет совершенно. Людей не так много, и то большинство просто неспешно прогуливается по парку, дети играют на площадке, и в целом происходит настоящая летняя жизнь, знаете, что-то похожее на каникулы. В парке Тренева тем временем все клумбы ухоженные, растут цветы, и действительно хочется прийти сюда и отдыхать. Но, что касается пробок, об этом будет стоит говорить немножко попозже, потому что сейчас те, кто спешил на раннюю работу, уже приехали, уже устроились, а те, кому немножко попозже, еще не выехали. Поэтому, конечно, мне очень интересно, как поведет себя город спустя все это время. Появится ли побольше машины, возможно ли возникнут ли тянучки, заторы, но с этим я буду держать вас в курсе. По поводу погоды, боюсь, что уже ничего не изменится, и Симферополь будет по-настоящему летним, по-настоящему теплым и приветливым. Поэтому особенно интересно, как там сейчас обстоят дела в Оленевке. Наверное, если в Симферополе жарко, даже, я бы сказал, все же, точнее, тепло, то в Оленевке, я думаю, уже по-настоящему летняя жара. Но, тем не менее, я тоже буду держать вас в курсе, а главное, что расскажу кое-что интересное, потому что здесь действительно происходит большое количество событий, и, хочу сказать, тоже есть на что посмотреть. Поэтому, пока, коллеги, передаю вам слово, наслаждайтесь этим морем, этими видами. Ну, а я буду дальше гулять по Симферополю, изучать, что изменилось в летней столице, а главное, постараюсь рассказать вам все максимально подробно и объемно. Спасибо! Саленька, как тебе сидится в этих креслах? Очень комфортно, очень удобно, и посмотри, как они вписываются вообще в эту атмосферу. Да, вписываются. Я вот, например, себя в этом кресле чувствую просто как Владимир Путин в Кремлевском зале. Такие удобные. Большое спасибо нашим, собственно, партнерам, которые предоставили эту мебель компании «Фавила». Большое, большое, друзья, вам спасибо. Спасибо за наше удобство. Удобство. Ну, ты знаешь, Саля, в этом году исполняется 111 лет одному великому человеку, крымчанину, симферопольцу, Михаилу Чулаке, который написал книгу, которую должен прочитать, наверное, каждый. Вообще книга написана для студентов консерватории, и называется она «Инструменты симфонического оркестра». Вот я уверен, что даже ты, которая не имеет... Ты считаешь, что каждый должен прочитать эту книгу? Конечно, должен. Я уверен, что вот если бы ты прочитала, ты бы даже после этого сразу написала маленькую такую карманную симфонию какую-нибудь. Я, конечно, в этом сомневаюсь, но спасибо тебе за такую большую оценку моим способностям. Вот небольшую симфонию, правда, документальную, написал наш корреспондент Ольга Литвиненко. Она разбиралась в других инструментах, не симфонических, но не менее интересных, старинных. Об этом в следующем сюжете. Бандана, кислотная футболка и бородка. Кажется, он должен читать рэп и слушать дабстеп, а он играет на русских народных инструментах и даже сам мастерит их. Любовь к музыке привела Святослава Осипова к проектированию и созданию необычных музыкальных инструментов. Например, у меня в руках была лайка, которая спустя 60 лет обрела новую жизнь. С искусством моделирования Святослав познакомился в 17 лет и вскоре своими руками собрал первый инструмент. Тогда под звуки его самодельной гитары засыпал и просыпался весь двор. Теперь он изготавливает на продажу колесные лиры, кахоны и гусли. Я понял, что мне нужен станок. Я начал с разработки станка, который будет делать гусли. Потом перешел к разработке гусли, которые будут делаться на этом станке. Ну и только потом, когда все детали были изготовлены, я уже непосредственно перешел к сборке, настройке. То есть около года на реализацию проекта. Гордость Святослава – колесные лиры или органистры. Это один из наиболее технологически сложных инструментов в репертуаре мастера. Без знания математики, законов акустики и, главное, идеального музыкального слуха здесь не обойтись. Расскажи, пожалуйста, откуда пошло увлечение создавать колесные лиры? Ну, изначально я музыкант, играю на электрогитаре, на обычной гитаре, еще на ряде инструментов. Мне хотелось инструмент, который будет, ну, прям очень необычный. Ну, я прошерстил интернет и нашел колесную лиру. Я понял, что это прям то, что мне надо. Первые колесные лиры появились в 12 веке у восточных славян. Под их разлив рассказывали сказки и пели колыбельные. Со времен Средневековья суть технологии изготовления инструмента почти не поменялась. Колесо будет находиться здесь. Воверх колеса будут натянуты струны. Они будут проходить через вот эту коробку. В ней будут находиться клавиши. Каждая клавиша будет отвечать за отдельную ноту. Исполнитель будет, нажимая на клавишу, менять звук и вращать рукой колесо, пользуясь им как смычком. В мастерской Святослава несколько инструментов в процессе рождения. Уже через полмесяца они отправятся к своим владельцам. Как в Россию, так и за рубеж. Испанию, Германию и Францию. За три года мастер изготовил порядка 40 таких лир. По его мнению, успех инструментов не только в уникальной акустике. Каждая лира имеет собственное лицо. Кельтские узоры, анималистические рисунки. Их Святослав создает на компьютере. А затем выжигает лазерной установкой. Пять минут и узор готов. На каждую лиру уходит два месяца работы. Спрос на его инструменты постоянно растет. Судя по всему, мода на русскую народную музыку в мире набирает обороты. Ольга Литвиненко, Андрей Псон. Утро нового дня. Саша, вот мне кажется, я уже много о тебе что знаю, но вот не знаю такого элементарного. Умеешь ли ты плавать в море? Да, умею. Наверное, не очень даже плохо. Не очень плохо. Но бывали у тебя случаи, когда ты плавал в море и чувствовал, что немножко не оценил свои силы? Признаюсь честно, это очень постыдный случай. Наверное, да, было дело. Это было много лет назад. Я был молод и горяч. И в шторм, в не самом, скажем, трезвом состоянии решил поплавать. И честно говоря, я залез в воду и поплыл. Поплыл, думаю, боже, ну почему же люди говорят, что так опасно плавать? Ведь так хорошо плывется. Плыву в себе и плыву. А потом решил вернуться обратно. И понял, что обратно совсем непросто. Когда я уже выпал на берег, я был полностью обессилен, но благо жив остался. Был счастлив. Да, вот многие недооценивают свои силы в воде и часто забывают о безопасности. Ну, кстати говоря, как раз эту тему я хочу осветить гостем, который прямо сейчас меня ждет там наверху. Я пойду. А я вот хотела бы рассказать свою историю, как однажды сама попала в такую жуткую ситуацию. Я плавала, на самом деле, возле берега, была еще ребенка, были большие волны, и эти волны меня просто затянули. И это самое опасное, самое страшное, потому что из-за этих волн невозможно практически выплыть, поднять свою голову, невозможно воздуха зачерпнуть. Вот это тоже очень опасный момент. Ну, а на нашей гостевой уютной площадке нас ожидает уже человек Влад. Влад инструктор по серфингу и человек, который знает абсолютно все про безопасность на воде. Потому что, как говорится, ни одну собаку съел. Здравствуйте, Влад. Здравствуйте. Как началось ваше утро нового дня? Вы не поверите. Поверю. Я сделал утреннюю зарядку, потом попил чай, и вот я у вас. Чай вас взбодрил, наверное? Немножко взбодрил. Зеленый чай бодрит. Важна бодрость в купаниях в море? Ну, мне кажется, любому человеку просто важна бодрость. Просто утро нового дня, надо встречать с улыбкой. Эй-эй-эй! Абсолютно верно. Мы прямо так его и встречаем. Влад, скажите, пожалуйста, вот в вашей практике часто случаются случаи, когда люди не рассчитывают свои силы, оказывающиеся в море? Ну, во-первых, хотел бы вас поправить. Я не абсолютно все знаю про безопасность на воде. И те правила, которые нужны людям, когда они заходят в воду. Ну, изначальное уважение к воде. Изначальное уважение к стихии любой. Будь то горы, когда человек приезжает на горнолыжный курорт. Будь то море, когда человек приезжает отдохнуть. Ну, в первую очередь, уважение, осмотрительность. Ну, конечно, алкоголь не нужен на воде абсолютно. Ну, и как бы, если особенно море штормит, то отдыхающему важно найти, если это пляж, который благоустроен, то важно отдыхающим подойти, найти спасателя и узнать у них, безопасно ли купаться на воде. Узнать, что обозначает желтый флаг. А что означает желтый флаг? Ну, желтый, это как бы купаться можно. А вот красный флаг обозначает, что купаться нельзя совершенно. Если, допустим, приходит шторм, приходит волна, то даже если хочется купаться, потому что весело купаться на волне, и взрослые превращаются в детей, когда начинают купаться. Но не лишнее подойти к спасателю и узнать у него опасные места. Опасными местами на пляже во время шторма являются так называемые тягуны, rip curl. Что это? Ну, это... Ну, вот волны накатывают на берег. Это масса воды. Представляете, тысячи тонн воды накатывают на берег. Но они не уходят дальше. Им надо возвращаться обратно в море. И вот эта масса воды уходит, создавая течение обратное. Зачастую люди не знают об этом. Зачастую это... Ну, это очень коварно. И... Когда человек попадает туда, в принципе, это как бы не тайно, не секретно. Ну, в любой литературе много случаев, в интернете постоянно есть. Когда человек попадает, казалось бы, до берега ему грести 10 метров, он гребет, а его все дальше и дальше оттягивает. Только рассказал ситуацию, которая была со мной идентичная. Вот, вот, вы попали как раз вот в этот случай. И выйти из этого течения достаточно просто. Первое, что если с вами случается что-то на воде, самое главное не паниковать. Для того, чтобы унять панику, достаточно начать разговаривать с самим собой. Давай, давай-ка, брат. Успокойся. Успокойся, да. Попадая в течение, в такой тягун, вам важно не плыть к берегу, а начать плыть в сторону. У нас они достаточно не широкие, там, может, 10, может, 10 метров, может, 15 метров. То есть, выплыть из него достаточно легко. То есть, нужно плыть просто вбок? Вбок и к берегу, ну, как бы под углом к берегу. Под диагонали. Да, да, там уже сориентируй. И самое главное, понимать, что ты попал вот в такое течение, и с тобой ничего страшного не произойдет, если ты выплывешь из него. То есть, не пугаться. Просто спокойно, да, конечно. Это, ну, первое, что надо сделать, это успокоиться. И сориентироваться в ситуации. Какие еще опасности могут поджидать людей вот так неожиданно? Может быть, камни? Ну, я не знаю, камни, может быть, да. Но это, как бы, камни, камни во время шторма, да, конечно, да. Конечно, да. Но, слава богу, у нас в бухте, как бы, только с той стороны камни и с той стороны камни. А в самой бухте камней нет. Ну, надо опасаться, конечно. Поэтому надо подойти к спасателям и спросить у него, не полениться, и, как бы, просто спросить, где же тут опасности таяться. Потому что в каждом, в каждом таком месте красивом, все равно есть что-то такое, чего надо знать человеку, который приезжает отдыхать. Скажите, а вот на данном пляже есть что-то, что может вызывать затруднения, опасности? Когда приходят волны, приходит шторм, ну, главная опасность – это тягуны, наверное. То есть, они здесь тоже присутствуют? Конечно. Как в любом другом месте, когда приходит волна. Да, просто когда волна, как сейчас, мы их не ощущаем, мы их не видим. Скажите, а каждый уважающий себя пляж вывешивает флаги, вот эти вот разноцветные? Не понял. Ну, вот флаги, которые вы рассказывали, вывешивают. Выходит спасатель, вывешивает флаг и все. Какие они бывают цветов? Ну, я знаю только желтый, красный. Других нет? Ну, думаю, в других концах планеты существуют разные флаги. И надо уже узнавать по месту, куда бы ты приехал отдыхать, где это происходит. Влад, а у вас довольно большой опыт, я знаю. Могли бы вы припомнить какую-нибудь интересную историю, которая случилась в вашей практике, вот связанная именно с опасностью на воде? Ну, когда начинаешь заниматься видсерфингом, то, как бы зачастую, зачастую, когда переходишь уже в стадию глиссирования, ну, то есть полета над водой, то ты не видишь ничего вокруг, кроме вот этих цифр в прогнозе погоды, там, сколько метров в секунду будет дуть ветер. И чем он будет больше, тебе кажется, что ты, как бы... Тем лучше. Тем, да, чем быстрее ты поедешь. И зачастую ты просто, как бы, не рассчитываешь собственные силы. Поэтому, как бы, когда начинаешь кататься, да и вообще, просто когда начинаешь кататься, то надо, как бы, понять, как тебе возвращаться на берег. Ну, и, как бы, бывают... Люди не всегда рассчитывают свои силы. Да, такие случаи, что ты просто заходишь далеко и понимаешь, что, как бы, вернуться уже силушка богатырская закончилась у тебя. Да. И, как бы, тут везет только тогда, когда это прижимной ветер, и, как бы, тебя прибьет к берегу. А если ветер чуть другой и волна уносит тебя, то надо не бросать, в первую очередь, снаряжение, потому что оно, как плавсредство, может просто сберечь тебе жизнь. Влад, большое вам спасибо за рассказ. Время, к сожалению, подошло к концу. Я думаю, зрители сняли вашим советом и обязательно воспользуются, будут внимательными и уважать стихию. У нас в гостях Влад, инструктор по виндсерфингу. Ну, а мы двигаемся дальше. Пока я возвращаюсь к своей напарнице, я предлагаю посмотреть Крым онлайн. На Ивпатерийском шоссе очевидцы засняли водителя, создавшего аварийную ситуацию на дороге. Пока автомобилисты стояли в пробке, этот мужчина решил сэкономить время и выехал на встречную полосу. К счастью, обошлось без происшествий. А вот такой сольный концерт засняли очевидцы на одной из улиц Севастополя. Мужчина, видимо, уставший от городских пробок и июльской жары, решил расслабиться и спел прямо за рулем автомобиля. В социальных сетях комментаторы оценили вокальные способности солиста, но за безрассудство на дороге осудили. Забыли о правилах дорожной безопасности и эти рулевые. Разогнавшись на скутерах по трассе, молодые люди попытались исполнить опасные трюки. Но как бы эффектно не выглядел стандрайдинг, заниматься этим экстремальным видом спорта нужно в специально предназначенных местах, а не на проезжей части. Этим роликом в социальных сетях поделился турист из Москвы. Пока некоторые боятся заходить в море к медузам, мужчина бесстрашно познает подводный мир и знакомится с его обитателями. Яркие кадры, снятые в бухте Ласпи, впечатляют. Пока одни изучают полуостров под водой, другие смотрят на него с высоты птичьего полета. Отдыхающий из Смоленска поднялся на параплане над Фиолентом и снял это на гаджет. От одного вида дух захватывает. Только представьте, какие ощущения можно испытать во время полета. Гости полуострова продолжают делиться впечатлениями. Во время отдыха в Портените туристы подружились с необычными местными жителями. На балкон к щедрой на угощение семейной паре эти серебристые чайки прилетали по несколько раз в день и ни разу не остались без обеда. Ну что ж, Саша, вот недавно мы с тобой говорили о аэропорте Симферополь и не сказали о такой программе, которая у них, оказывается, действует, но мало кто о ней знает, «Тайный пассажир». А что же это такое? Да, в общем, не думайте, что это надо следить за другими пассажирами или за работниками аэропорта. Нет, все намного проще. Вы, как пассажир, должны заполнить анкету, где 34 вопроса, и надо там ответить, например, что касается аэропорта, что ему не хватает, что туда было бы хорошо привнести, какие инновационные техники могли бы появиться, ну и так далее. А также вы оцениваете по пятибалльной системе и отвечаете, как я уже сказала, на 34 вопроса. Вообще эта программа, оказывается, действует уже 3 года, но за это время пока что только около 300 человек и приняло участие, в этом году 100. Я думаю, что если все мы присоединимся, ну, конечно же, главным условием должно быть то, что мы должны быть пассажирами, мы должны хотя бы раз побывать в этом аэропорту, то тогда мы можем помочь стать ему еще лучше. Хотя, мне кажется, уже просто некуда. Саря, ты знаешь, мне очень обидно. Мне очень обидно, что все говорят, вот аэропорт, аэропорт, и совсем забыли про наш вокзал. Это, знаешь, как была старая кукла любимая, потом дали новую, про старую совсем забыли. Но забывать ненадолго, потому что совсем скоро, уже в этом году, к нам приедет первый железнодорожный состав, по мосту приедет он. Это будут шикарные двухэтажные вагоны. Кстати, недавно мы об этом рассказывали в Крым онлайн. Ну и вот, собственно говоря, вокзал ждет гостей, и всячески, как настоящая красавица, готовится, марафетится. И вот одна из достопримечательностей вокзала, башня с часами, это, наверное, все-таки символ Симферополя, символ ворот Крыма. И подробнее о всех ее тайнах вам расскажет наш корреспондент Татьяна Балыгина. Быть в Симферополе и не сделать селфи с вокзальными часами, значит, не прикоснуться к главной тайне города. Эта башня с циферблатом почти 70 лет притягивает взгляды всех приезжих. Архитектор Алексей Душкин умудрился не только построить интересное здание, но и оставить загадку, которая до сих пор будоражит умы астрологов. Кто-то внес путаницу в расположение знаков. Существует легенда, что в часах зашифрована судьба Крыма. Неправильное расположение знаков зодиака придает им таинственность. Кроме того, вместо девы, весов и тельца изображены змеиносец, гончие псы и лебедь. И железнодорожные ворота, и башню строили пленные немцы. Проект, естественно, был одобрен на самом высоком уровне. Материалы использовали только лучшие. Инженеры посчитали, что на настройку этого сооружения, в этой напорной башне, ушло порядка 20 миллионов кирпичей красных. Ну и обшитого, конечно, плиткой. Вот он, главный смотритель времени. Николай Есиков уже два года следит за точным ходом симферопольских часов. За время своего существования часы ломались только один раз. Практически все механизмы сохранились с 1952 года. Заменили только латунную шестеренку и стрелки. По словам механика, без перебоев проработает еще лет 50. Мало кто знает, что вокзальная башня это еще и водонапорная вышка. Трубы и краны соседствуют с часовым механизмом. Она необходима была для снабжения лжедорожного узла и частично лжедорожного района питьевой, хорошей водой. Высота постройки вместе со шпилем 42 метра. Всего в ней 4 уровня. Внутри тишина и стук часов. Огромные противовесы без шума надвигают шестеренки. Все устройство механическое и только бой курантов электронный. Компьютер стоит в помещении, чуть дальше там, а динамики вынесены на саму башню. Сердце башни на третьем уровне. Как ни странно, здесь нет огромных деталей. Заводят часы раз в 10 дней. Механику необходимо сделать 40 оборотов с весом более 200 килограммов. На последнем уровне башни никаких важных механизмов нет. Рабочие туда забираются крайне редко. Но и там есть на что посмотреть. Вот такой потрясающий вид открывается со смотровой площадки на часовой башне железнодорожного вокзала. Видно практически весь город. А еще хорошо видно, как готовится вокзал к прибытию первого поезда с материка. Рабочие укладывают плитку, машины подвозят стройматериалы. Уже в декабре на перрон сойдут пассажиры из Москвы. И, конечно же, сделают фото на память с загадочным циферблатом. Татьяна Балыкина, Сергей Козырь. Утро нового дня. Ну вот, Саша, то, что наша башня была когда-то напорной, я знала, но никогда не видела, как она выглядела изнутри. Можно сказать, для меня это было тайным покрытым раком, а сейчас это тайна уже наяву. Ну вот, еще одна тайна, которая стала открыта археологам на некрополе Кыс-Аул, что находится на Керченском полуострове. Там был обнаружен неразграбленный античный склеп. И вместе с тем там были обнаружены 12 похороненных тел. Но, вот как археологи предполагают, это была либо одна семья, либо люди одного рода. Но вот самое интересное, это то, что склеп никто до этого не трогал. И они теперь могут полноценно изучать его и делать какие-то выводы. И, значит, история наполнится еще какими-то фактами. Очень много за последние годы сделано археологических открытий, особенно на Керченском полуострове. Там, как мы знаем, город Митридат был, который полон был античности. Ну, в общем, это довольно интересно. А вот другой момент. Вот наш корреспондент Артем Андроновский находится на улицах Симферополя. Он может как археолог найти там что-нибудь интересное? Как ты думаешь? Я думаю, он не как археолог, а корреспондент обязательно что-то интересное для нас нашел и сейчас расскажет об этом. Давай у него и спросим. Артем, доброе утро. Сейчас я нахожусь буквально в самом сердце крымской столицы. На улице Горького. И здесь я не просто так собираюсь с вами поговорить об одной из самых актуальных для большинства жителей Симферополя, да и автомобилистов, проблеме. Все дело в том, что парковочные места на этой улице мягко, скажем, ограничены. И уже с утра, ведь еще нет даже 10 часов, их уже заняли практически все. Сейчас я вам это продемонстрирую и вместе с вами подумаем, что с этой проблемой делать. Как видите, по мою левую руку осталось, ну, разве что вот оно последнее место, и то его прямо сейчас занимает припарковывающийся автомобиль. И так вдоль всей улицы. Если идти спускаться вниз, то вниз по Горького, то вы обнаружите, что она занята практически вся. Я, между прочим, попробую пройтись вместе с вами и вот убедиться в этом на своем примере. Выхода, конечно, как такового на данный момент нет, потому что всем этим людям нужно где-либо припарковаться, нужно приехать сюда на работу, по делам, или, возможно, сходить в магазины. Но проблему решать нужно однозначно, потому что фактически двухполосная улица превращается в узкий коридор, по которому протиснуться или проехать совсем не так просто. Я сейчас постараюсь выпустить автомобиль, хотя я думаю, что лучше пройду вместе со всеми и мы продолжим нашу дорогу дальше. И поэтому этот вопрос можно решать либо установкой паркингов, либо запретом въезда автомобилей в центр непонятно, потому что этим вопросом должны заниматься специалисты. Но решение однозначно необходимо, учитывая, что я иду уже в течение, думаю, что двух минут, наблюдаю за тем, как протекает движение и до сих пор не нашел ни одного парковочного места. То есть вы представляете, что если бы мы прибыли сюда на автомобиле, а они остановились где-нибудь заранее, то припарковаться мы бы не смогли в принципе. Но, ладно, об этом пока не будем, а я постараюсь дальше посмотреть, как обстоят дела с парковочными местами. Я расскажу вам об одном удивительном плюсе. Вернувшись из степи, уже такой весь одичалый и отвыкший от ситуации в городе, стараясь перейти по переходу, я был приятно удивлен тому, насколько чисто на улице Горького. Все дело в том, что прямо сейчас на моих глазах сотрудницы города убирают и подметают мусор за Симферопольцами. И это прекрасно, прекрасно, что я иду по чистой, вымытой фактически плитке, но вокруг меня не лежит ни одной пластиковой бутылки, ни одной упаковки, ничего напоминающего о том, что еще вчера, в воскресенье вечером, здесь гуляла молодежь. Но, тем не менее, я лишний раз хочу напомнить, что следить за своим городом должны не только сотрудники службы, отвечающие за его чистоту, но и сами граждане. Поэтому то, что бутылки, бумажки и пачки из-под сигарет убираются, это, безусловно, прекрасно, но было бы еще лучше, если бы их убирать не приходилось бы и вовсе. Поэтому, уважаемые симферопольцы, прошу вас обязательно выкидывать все в урну, никогда не выкидывать ни бычки, ни стаканчики на землю, надеюсь, что они переработаются. То же самое касается и салфеток, а еще более важным, в принципе, мусор уносить с собой, если урны нет. Ну что же, а возвращаясь к нашему автомобильному вопросу, коллеги, до сих пор не нашел ни одного автомобильного места, так что могу точно сказать, что припарковаться на улице Горького сегодня будет совсем не так просто. Поэтому на этом передаю вам слово, а сам буду двигаться дальше, потому что, поверьте, в Симферополе еще есть что показать. Тем более, что меня здесь давно не было и многое для меня теперь, ну, не в новинку, но, пожалуй, что с непривычки кажется удивительным. Спасибо. Ну, вот хочется сказать, что наш Артем, он, конечно же, большой путешественник. Его можно увидеть то в Симферополе, то в Ялте, то в Феодосии, то в другом городе. И поэтому, собственно говоря, он не теряет времени и выходные проводит с пользой, посещает достопримечательности. Об одной из них уникальных, но, к сожалению, на время утраченных, он расскажет прямо сейчас в следующем сюжете. Мы отправляемся к водопаду «Серебряные струи», что находится в пяти километрах от Соколинова в Учисарайский район. Но эта достопримечательность постигла непростая участь. Об этом немного позже. Хорошо, что подъем облагорожен удобными ступенями. Впрочем, комфортному прохождению маршрута способствует и удобная система обозначений. Дорога к водопаду поросла зеленой буквой аркой. Многовековые деревья стерегут покой, тишину этих мест, но, что интересно, эти растения эндемики. То есть, они растут в Крыму и на высоте более тысячи метров над уровнем моря. Ведь еватая дорога уходит все дальше в чащу. Стремительный водный поток фактически пропадает из виду. Только прислушайтесь. А значит, нам туда. Неподалеку нам встречается карта местности. Уже ветхое, надоломленное напоминание былой популярности туристического маршрута. Присутствие человека ощущается даже в таком глубоком лесу. И, несмотря на достаточно ветхое состояние, это служит на пользу пешему туризму. Сквозь шелест листвы спокойной гармонией звучат прозрачные струны водопада. Еще поворот, и мы у заветной цели. Ну вот, мы и пришли. Водопад серебряные струи. Давайте спустимся поближе и рассмотрим это чудо крымской природы. Практически три года назад облик водопада изменился навсегда. Большая часть туфовой шапки обрушилась вниз. Горная порода упала под воздействием множества факторов, но главным из них является мороз. Обледеневший водопад отяжелел, и древнее наслоение, не выдержав веса, откололось. Посмотрите, огромный пористый массив спрятал водопад от глаза пешего туриста. Но, обладая достаточной смелостью и ловкостью, можно пробраться к воде, ощутив на себе бодрящую силу серебряных струй. Спрятанный за туфом водопад прохладным потоком устремляется вниз. Купаться здесь теперь небезопасно, но это никак не мешает насладиться красотой и грацией истекающих по бомшевой поверхности струй. И пусть он навсегда изменил свой облик, место все еще хранит ту красоту нетронутой природы, ту мощь, бьющего ключом горного потока. Живописный водопад был не единственной целью на нашем пути. Дальше нас ждет финал нашего путешествия, но на этот раз не природный, а рукотворный. Сложно поверить, но глубоко в лесу среди буковых зарослей расположен бассейн не самого обычного назначения. В нем когда-то выращивали благородную рыбу. Ну, наконец-то, спустя 2 километра пути Юсуповское озеро. Искусственный водоем-питомник, в котором выращивалась форель специально к столу князя Юсупова. Вода здесь имеет удивительно бирюзовый цвет. Дальше идти некуда, но признаться и совершенно не хочется. Артем Андроновский, Анатолий Агеев, Утро Нового Дня. Доброе утро, друзья, всем тем, кто встречает с нами второй час нашего экстремального утра, которое проходит здесь, в Оленевке, на фестивале «Экстрим Крым». А я напомню, с вами сегодня Салия Салямова и Александр Ткачев. Впереди еще целый час этого экстремального отдыха, и мы предлагаем провести его вместе с нами. И с пользой. И для этого мы подготовили новости. Вот, например, я абсолютно уверен, что далеко не каждый знает, что 250 тонн багажа ежедневно проходят через конвейеры нашего аэропорта Симферопольского. Да, и мало кто знает о том, что этот багаж регулирует какое-то специальное оборудование, которое есть только в Крыму. Но вот что происходит с этим багажом, как только с ним расстаются пассажиры, узнал наш коллега Дмитрий Попов. Пара отпусков нагрузка на аэропорт увеличилась в сутки 30 тысяч пассажиров, 250 тонн багажа. Летние сумки не такие уж и легкие. В этом уже успела убедиться Оксана Колтун с сыном Сашей. Они отдыхали в Гурзуфе. Домой в Новосибирск туристы возят не только впечатления, но и сувениры. Допустимый объем и вес сумок у авиакомпаний отличается. Вес вашего багажа составляет 18 килограмм, допустимая норма 23 килограмма. Упаковывать сумки в пленку не обязательно, но это поможет избежать повреждений. На каждую надевают специальную ленту. И указывается фамилия пассажира, его бронь, вес, направление, дата и этот же уникальный номер. Маленькая часть данной идентификационной пирки остается у пассажира. Дальше отдел сортировки. Тут багаж пропуска через специальное рентгеноборудование. Если бы эта сумка показалась службе безопасности подозрительной, тогда бы лента опустилась и она изменила бы направление и поехала вниз на дополнительный осмотр. Оружие, наркотики очевидно незаконные вещи. Есть и такие предметы, которые кажутся безопасными, но они запрещены. Берут газ, который запрещен, берут бензин для заправки бензиновых зажигалок, который также запрещен. Бывают патроны, которые уже стреляны. Оказывается, в Севастополе это популярный сувенир. К Новому году часто пытаются провести пиротехнику. Лента для транспортировки груза уникальна. Разрабатывали ее московские специалисты. Первым получил новшество Крым. Все детали здесь отечественные. Система отличается от зарубежной тем, что можно регулировать высоту для удобства оператора в обработке багажа. Животные тоже отправляются в багажное отделение. Все, кроме мелких грузунов, они могут сбежать и повредить вещи. Перед путешествием все четвероногие должны пройти осмотр ветеринара. Эта кошка полетит во Владивосток. Перед отправлением клетку тщательно изучили. Ее точно не поставят рядом с собакой. Это запрещено. Дальше сумки сортируют вручную. Куда они направятся, определяют по биркам. Следом груз едет к самолету. Сережа Калашников, контейнера на 1С Альфа. Здорово. Принял. Эти контейнеры уже ожидает Боинг-777. Он летит в Санкт-Петербург. Погрузка автоматическая. А этот аэробус прилетел из Москвы. После проверки технического состояния самолета сотрудники приступают к разгрузке. Первые пассажиры получат сумки через 15 минут после прилета. Потери багажа бывают. Чаще всего это происходит из-за экстренных пересадок пассажиров с рейса на рейс. В этом случае пассажиру необходимо заполнить доверенность для доставки багажа по адресу пребывания в Крыму. После прибытия багажа пассажиры информируют о том, что багаж прибыл и авиакомпания перевозчик доставляет по адресу. Это скорее исключение. Отечественная система обработки багажа справляется со своими задачами четко и точно. Такую же в ближайшее время планируют установить в Грозном и Петропавловск-Камчатском. Дмитрий Попов, Седьмимед Кукчиев, Новости 24, Симферопольский район. Сквозь века волонтеры исследуют тайны подземелий крепости Керчи. Дело в том, что экспедиция уже три года пытается очистить туннели от грунта и, к сожалению, мусора. Я думаю, что подробнее об этом расскажет наш корреспондент, специальный корреспондент Светлана Ермильченко о том, какие же секреты хранит старинное оборонительное сооружение. Это мы еще почистим, как метеорочку скурали. С утра на объекте кипит работа. Степана Хременко вручную копает грунт. Волонтер приехал в Керчь из Москвы. Историю города двух морей он изучает с детства. После войны тут находился военно-морской избат. И после этого крепость забросили. И в советское время начали использовать как пациентар. То есть на данный момент мы убираем, грубо говоря, отходы жизнедеятельности свиней, их кости, перегнивший пол. Добровольцы трудятся на территории крепости Керчь третий год. Этим летом сюда приехало больше ста человек из разных регионов России и соседних стран. Освобождать уникальные фортификационные сооружения от мусорных отложений приходится с большим усилием. На некоторых участках их толщина достигает двух метров. Расчистку этого подземного хода волонтеры ведут вторую неделю. Он был полностью засыпан землей, работают обычными лопатами и щетками. Потом землю грузят в тачку и вывозят. За три сезона волонтеры полностью расчистили несколько крупных объектов. Голубые ворота, примыкающую к нему паттерну и редюит прикрытого пути. Почти сто лет эти сооружения служили единым оборонительным комплексом. Крепость спроектировал генерал Эдуард Татлебин в 1856 году. Особенности конструкции таковы, что в случае ее осады противнику не остается шансов из нее выбраться. Пошла работа в архиве, поиск документов, общение с руководством музея. Мы вычистили второй этаж Эдюита, частично первый этаж, на 80% отсюда грунт был вывезен. Участникам экспедиции удалось реконструировать перекрытие между первым и вторым этажами Эдюита. В следующем году они планируют продолжать реставрацию и исследование крепостных подземелий. Сама крепость не совсем справляется, у нас маленький штат, и кроме того, мы надеемся, что привлекаем волонтеров, мы фактически людей учим ценить наше культурное наследие, потому что мы глубоко убеждены, что именно объекты культурного наследия являются теми реперами, точками нашей истории, которые позволяют всем желающим обратиться к своим истокам. Обновленные участки крепости пока недоступны для посетителей. В будущем сотрудники музея разработают новый экскурсионный маршрут. Светлана Ермельченко, Олег Черемисов, новости 24, Керчь. Салия, скажи, поддерживаешь ли ты распространенную точку зрения, что все девушки и женщины и даже девочки коварны? Я бы сказала, что мужчины тоже коварные. Это почему? Ну, потому что это слово на самом деле означает мастер, умный, знающий свое дело, ведь оно произошло от такого хорошего слова как ковка, ковать. И когда-то оно имело именно хорошее значение, а потом со временем его семантика поменялась. Из-за женщин. Может быть, из-за женщин, а может, из-за мужчин. Кто же его знает? Теперь уже, наверное, никто не разберет. Но, тем не менее, вот в детском парке я знаю, есть прекрасные кованые фигуры, которые со всех сторон облюбовали именно дети. Именно дети. Но я думаю, что не только дети, но также и взрослые периодически приходят на них посмотреть. Более подробно расскажет наш корреспондент Стефан Филатов. Вот так кованые фигуры в детском парке Симферополя выглядели совсем недавно. Обрывки объявлений, отломанные детали, неприличные надписи. Я бы схватила за руку, заставила бы родителей все это бы отмывать, очищать, наказывать за это. И тогда я думаю, что этих бы проявлений вандализма было бы намного меньше. То, что вот для нас делается, то, что благоустраивается, я считаю, что нужно ценить, уважать и приумножать. Сейчас на большинстве кованых фигур не осталось и следа вредительства. Граффити скрыты под слоями новой краски. Цвета, кстати, выбирали всем городом. Прежде чем начать обновление и покраску кованых фигур, администрация Одесского парка провела интернет-опрос. Жители Симферополя могли высказать свое личное мнение о том, какими цветами должны все эти конструкции пестрить. Когда речь зашла об этом гоночном болиде, большинством голосов был выбран именно вот такой оттенок синего. Этот цвет называется Монте-Карло. Согласитесь, говорящее название как для такого автомобиля. Сделанные из грубых деталей на самом деле эти автомобили интерактивные, что и привлекает маленьких посетителей парка. Дети в таких машинах чувствуют себя настоящими пилотами на Формуле-1. Крутят руль, переключают передачи. Ладулечка, только аккуратно и не сломай ничего. Ремонт и покраска кованых фигур выполнены на 90%. А сколько времени пройдет до следующего обновления зависит только от нас с вами. Мы не закрываем от посетителей, мы никогда не ограничиваем детей в чем-либо. Но просто просим, будьте, пожалуйста, предельно аккуратны и осторожны. Обрубившаяся краска и проступающая ржавчина. Волшебная повозка потеряла свой первозданный вид, но, как и раньше, собирает вокруг себя много ребятни. После ремонта карета наверняка станет еще популярнее у малышей. До конца июля администрация детского парка планирует обновить и покрасить все кованые фигуры. Все, кроме одной. Исключением стал этот паровоз. В сентябре его росписью займутся воспитанники одной из местных творческих школ. В выборе цветов и красок у ребят нет никаких ограничений. Стефан Филатов, Максим Турчев. Утро нового дня. Я вот, Саль, задумался, чем можно заняться на пляже, в жару, кроме того, чтобы плавать, купаться, загорать и пить одноименные коктейли синего цвета? Ну, мне кажется, очевидно, Саш, конечно же, играть, заниматься разными видами спорта. Но, или вот, возможно, сыграть в волейбол. А ты играла когда-нибудь? Играла, но у меня так, конечно же, ничего не сложилось с волейболом. Вообще ничего. Ну, я знаю, кто тебе может помочь. Я знаю, конечно же. Человек, который хорошо в этом виде спорта разбирается. Я отправляюсь к нему. Волейбол – это действительно очень интересный вид спорта, где всегда можно и в песочке поковыряться, как говорится, и проявить все содружественные команды. Потому что люди играют большим числом, и мяч – это то, что их объединяет. На самом деле это очень важно, потому что умение работать в команде – это то, что помогает людям жить. Как сегодня развивается волейбол, мы обязательно расскажем, ведь у нас уже в гостях Александр Сергеев, судья первой категории по волейболу. Здравствуйте, Александр. Ну, вот вы, судья, расскажите, кого приходится судить сейчас? Уровень очень хороший, потому что в пляжный волейбол играют в основном бывшие профессионалы, очень много у нас в Крыму здесь людей, которые, ну, они из классического волейбола как бы выходцы, и, ну, и на данный момент играют в пляжку, и то есть уровень, ну, реально запредельный, как бы. И сегодня, ну, ожидаются очень интересные баталии на площадках. Это какие? Расскажите о них. А вот будете смотреть, да, мы видим, что за нами? Да, регистрация, сейчас люди разминаются, вот, то есть все будут бороться. Кто участвует? Какие команды? Может быть, они приехали с разных городов, или это все крымчане? Да, большинство крымчане со всех уголков Крыма. Севастополь, Алушта, Черноморская, Симферополь, ну, есть люди, которые, как бы, на фестиваль приехали из материка, ну, в частности, Москва, у тебя, смотрю, там представлена была Питер, вот, так что, как бы, всей России представлены на этих соревнованиях. Что будет присуждаться победителям? Или здесь не будет победителя, все лучшие, все уже выигравшие? Нет, ну, да, мы, как бы, придерживаемся принципа главная не победа, главное участия, но, тем не менее, как бы, есть призовой фонд, 10 тысяч рублей на категорию, вот, и он будет, ну, делиться между первым, вторым и третьим местом, вот, ну, плюс атрибутика наградная, грамоты, медали, футболочки, вот. Ну, вот расскажите еще о командах, где они вообще участвуют, и что касается волейбола, на, наверное, всероссийском уровне, как он развивается? Может быть, даже на международном уровне? Ну, смотрите, если конкретно говорить за пляжный волейбол, то в Крыму, конечно, с ним дела обстоят не так радужно, как, допустим, в России, там, на материке, да, почему? Потому что у нас, как бы, и школ, в принципе-то нет, у нас была одна школа в Алуште, там тренер Егорова, фамилия у нее, вот она тренировала, спортсменов именно учила пляжному волейболу. И сейчас там такая ситуация, школа «Спартак», там площадку забрали у них пляжную, и, соответственно, нет где тренироваться. Нет где тренироваться, да. Никто не хочет складывать деньги в это. То есть в связи с этим вы думаете, что волейбол у нас плохо развивается, да? Я не думаю, я это знаю. Вы знаете. Вот он стоит, вообще держится на энтузиастах, то есть на людях, которые там тратят свое время, какие-то свои финансы небольшие, пытаются что-то организовать, кого-то позвать, только вот на таких людях. Ну, я так понимаю, что этим ребятам, конечно же, важно тренироваться и зимой, а зимой, ну, попробуй выйти на пляж, когда холодно. Вот вы правильно сказали. Именно если волейбол, как бы в целом, можно, да, там, играя в классику, играть в пляжку, там, ну, все равно уровень у тебя будет, ты не сможешь бороться именно с людьми, которые чисто играют в пляжку круглый год. А у нас в Крыму, вот, только сезон. У нас сезон, тепло, мы поиграли на песке, на пляжах поездили, а зимой у нас нет ни комплексов, ну, То есть зимой у нас все идут на паркет. Так, ну, подождите, это касается только пляжного волейбола или еще и того, который проходит? классический волейбол у нас более или менее развит. То есть люди играют во всех городах, залы есть, все тренируются, соревнования проводятся, а вот пляжный волейбол у нас с мая, ну, по сентябрь, и все, и потом его, как бы, нет. Заканчивается? Заканчивается, да. Хорошо, вот вопрос, который, как правило, интересует абсолютно всех. Что касается женщин в волейболе, говорят, что, конечно же, этот вид спорта они все в очень хорошей форме, вот, и физической, и просто в форме, вот, то есть смотреть на это все, ну, прям, глаз радуется, так сказать. Ну, а что касается по уровню тренировки? Ну, у нас, вот, как я уже говорил, за Лушту, вот, Егорова, она воспитала такую достаточно большую плеяду девочек, волейболисток, вот, как бы, они сейчас все в строю, все играют, все едут. Где они играют? Ну, у нас проводятся соревнования чемпионат Крыма пляжному волейболу, и мы организовываем, ну, вот, как бы, инициативными людьми, так сказать, какие-то миксы, смешанные, ну, то есть микс это, когда в команде девочка и мальчик, вот, и как бы все отзываются, приезжают, вот, так и играем, вот, то есть все приезжают, показывают хороший уровень, как бы, а нет лучшей тренировки, чем соревнования. Ну, вот еще у меня такой вопрос, я знаю, что знаменитый волейболист Лой Бойл, он как-то рассказал, что настолько бережет свои руки, что даже в машине ездит в перчатках. Вот действительно волейболисты так относятся? Ну, да, он, во-первых, этот волейболист, у него имплаз везущий игрок, то есть его руки, это как бы, ну, его хлеб, можно так сказать. Конечно, он как бы бережно к ним относился, потому что, ну, не дай бог, ты там что-то повредишь себе, там, все, ты не сможешь пасовать на должном уровне, и тебя, соответственно, никто не пригласит в хорошую команду, не приложит в хороший контракт. Поэтому так и сказал. Спасибо большое. Пожалуйста. Было очень интересно с вами пообщаться. Напомню, у нас сегодня в гостях Александр Сергеев, судья первой категории по волейболу. На этом мы не завершаем эфир. Сейчас вам предлагаем посмотреть новости интернета, а я пока отправлюсь к своему коллеге. Вот это гостеприимство. На железнодорожном вокзале в Индии пассажиров поезда ждал неожиданный сюрприз. Им пришлось принять незапланированный душ. Как оказалось, незадолго до прибытия экспресса на перроне прорвало трубу. Хорошо, что не канализационную, пишут комментаторы. Вызов принят. Челлендж Боттл Кэп набирает популярность в социальных сетях. Люди со всего мира соревнуются, кто эффектнее собьет ногой крышку с бутылки. К игре присоединились даже знаменитости. Герои этого ролика в мастерстве и смекалке обогнали всех. Выглядит опасно, поэтому в домашних условиях эксперимент лучше не повторять. Перепрыгнул всех. Во время гонки Тур-де-Франс спортсмен на байке совершил хитрый и опасный трюк. Разогнавшись по крутому склону, с помощью трамплина велосипедист перелетел с одной стороны дороги на другую. Экстремал преодолел 16 метров над головами своих соперников и эффектно приземлился. Даже если гонка не принесет ему победу, это видео точно сделает его популярным. Пока одни спортсмены заряжаются адреналином на велосипедах, другие занимаются рафтингом. Во время головокружительного спуска по течению горной реки можно не только пощекотать себе нервы и искупаться в ледяной воде, но и снять яркое видео для социальных сетей, что и сделал автор этого ролика. Нас не обманешь. Парень из Краснодарского края решил узнать, насколько точно работают весы на рынке и устроил рейд по разным торговым точкам. Вооружившись килограммовой гирей, под видом покупателя он взвешивал ее везде, где только можно. В ходе расследования оказалось, что все весы показывали разные цифры. У одного продавца стрелка остановилась на отметке в полтора килограмма. Ты срываешь джекпот, ты бьешь все рекорды. Сколько? Сколько? 1500 грамм. Проявил находчивость и герой этого видео. В ответ на шумную вечеринку соседа бразилец оборудовал квадрокоптер пиротехникой и запустил фейерверк прямо над веселой компанией. К счастью, от залпов никто не пострадал, но как бы празднично не выглядело это фаер-шоу, повторять такой опыт лучше не стоит. Пожарную безопасность никто не отменял. Без комментариев подводный корреспондент явно забыл о праве на частную личную жизнь. Мало того, что вторгся в чужое жилище, так еще и попытался сфотографировать хозяина. Разозлившийся осьминог решил напомнить папарацци о журналистской этике и оттолкнул надоедливую камеру щупальцами. Хорошо, что водную полицию не вызвал. Саль, ты знаешь, чем прекрасен фестиваль Экстрим Крым? Ну, догадываюсь, но скажи, чем? Тем, что он в первую очередь еще раз подчеркивает, что спорт, море, солнце, радость, они не всегда вне политики. Потому что здесь собрались люди из Украины, России, Белоруссии, стран СНГ. Здесь много европейцев. Вот мы помним, на прошлой неделе даже бельгийцы захаживали к нам в гости. В общем, одним словом, полинациональный наш Экстрим Крым. Да, то есть эта площадка стала магнитом притяжения многих профессиональных спортсменов, а также любителей, которые приехали с разных уголков мира для того, чтобы здесь показать свои возможности. Это, конечно, не может не радовать, но в скором времени у них выпадет возможность еще кое-где себя проявить. 10 августа в Семизе пройдет чемпионат мира по клифф-дайвингу. А что это такое? Ну, я предполагаю, расскажи. Ну, это, в общем, дайверы, которые погружаются в воду, но необычным способом. Они прыгают с высоты 27 метров. На самом деле высота может быть разная, но в этот раз будет именно такая. И вот приедут участники из 10 стран мира, уже самые лучшие из лучших, которые прошли все конкурсные отборы. И здесь они будут соревноваться уже за победу самого лучшего чемпиона мира. 27 метров это немало, это 9-этажное здание на минуточку. Да, это 9-этажное. Я, если честно, живу на 9-ом этаже, и когда смотрю вниз, у меня дух перехватывает. А вот если подумать, что туда надо еще и прыгнуть, нет. Ну, я знаю еще одного человека, который очень боится высоты. Это Артем Андроновский. И, кстати, прямо сейчас он с нами на связи и готов рассказать, что же происходит в крымской столице. Здравствуй, Артем. Да, коллеги, насколько все-таки удивительна работа мобильного корреспондента. Сейчас объясню, а главное покажу, почему. Вы должны это увидеть. Ну, вот бывает, да. Едешь ты рассказать совершенно о чем-то конкретном, об одном, но потом на пути встречаешь такие вещи, которые не показать в прямом эфире просто не можешь. Собственно, приехал я сюда, чтобы рассказать о том, как происходит очистка реки Салгир, с какими трудностями столкнулись и сколько осталось работать. Об этом мы и поговорим. Как видите, нахожусь прямо возле нее. Но вот увидел такое чудо техники и не смог вам не показать. Надеюсь, что вам его тоже можно будет увидеть. Да, как видите, это камера наружного видеонаблюдения, прикрепленная хмутами просто к дереву, что называется технологии выше уровня инженерии. Ну, это забавный момент, а теперь поговорим о чем-то более серьезном. Сейчас главное перейти дорогу по всем правилам, а это вы помните. Сначала налево, потом направо идти можно. И давайте посмотрим, что же там с рекой Салгир. Ну, как видите, русло стало значительно глубже. Значит, вдали работает техника со специалистами, которые вычищают остатки ила и, возможно, даже что-то уже делают связанное с бетоном, не знаю. Но история такова, что река была очищена уже на 95%. И оставшийся мусор, это мусор, который невозможно убрать при помощи технических средств. А это значит, что его будут убирать специалисты руками. Ну, ясное дело, не голыми, надеюсь, как минимум в перчатках, а вообще хотелось бы при помощи специальных приспособлений, разного рода лопат и прочего. Но совсем скоро река уже будет чистой, просто на максимум. Русло, ясное дело, станет глубже, потому что, как вы понимаете, большую часть дна занимал ил, и поэтому река была вроде бы высокая, но сама по себе вода была мелкой. Плюс, как вы видите, по сложенной плитке будет проводиться реконструкция набережной. Это будет уже совсем скоро, потому что сотрудники служб уже заготовили, разложили очень удобно, эргономично, я бы даже сказал, плитку. Был разложен уже песок, сейчас я вам продемонстрирую. Все это будет, вот прям прошу, все это будет происходить здесь, укладываться и размещаться. Будет удобная набережная. Но вот меня интересует такой вопрос, какая судьба, интересно, ждет вот эти газоны. Потому что, как вы видите, здесь растет сплошной самосев, то есть трава, которая прижилась и теперь пребывает здесь. Надеюсь, что после строительных работ пострадавшие газоны восстановят. Здесь все будет засеяно, и гулять по набережной будет приятно. Не только по левую руку, прогуливаясь возле нашей замечательной, теперь чистой реки Салгир. Но и по правую, глядя на газоны, возможно, на какие-то клумбы и насаждения. Но что хотелось бы сказать, что огромным процентом мусора, который достались в реки Салгир, являлся мусор, который туда кинули фактически специально жители или гости нашей столицы. Так что впредь, надеюсь, что чистая река заставит людей задуматься. И никто не будет не выбрасывать мусор, не стараться что-нибудь спустить по воде и потом оставлять там, как корабль из надувных бутылок или что-нибудь подобное. А будут просто наслаждаться эклектикой цивилизации природы. Ведь что может быть более благородным, чем облагораживание мира вокруг себя? Поэтому, друзья, предлагаю ценить то, что наша река теперь чистая, то, что наша река теперь красивая, и приумножать эту красоту. Но никак не стараться ее приуменьшить. И особая просьба, я вам сейчас даже покажу, как видите, здесь раньше находились заборы. Особая просьба, беречь наши заборы, их больше не ломать, не выбивать ногами, потому что раньше это была максимально актуальная проблема. Ну, что же, коллеги, а я тем временем передаю вам слово. Я появлюсь еще на одном включении. Вот так вышло, что два раза говорили о чистоте. Но я думаю, что в следующий раз поговорим о том, все-таки, насколько Симферополь радикально отличается от того места, где я был заранее. И чем? Спасибо. И мы хотим поблагодарить компанию Фовилла, которая предоставила нам эти кресла, и в них мы чувствуем себя очень комфортно. Очень комфортно. Кто-то делает мебель, а кто-то делает старинные инструменты. И как раз об этом наш следующий сюжет. Бандана, кислотная футболка и бородка. Кажется, он должен читать рэп и слушать дабстеп, а он играет на русских народных инструментах и даже сам мастерит их. Любовь к музыке привела Святослава Осипова к проектированию и созданию необычных музыкальных инструментов. Например, у меня в руках была лайка, которая спустя 60 лет обрела новую жизнь. С искусством моделирования Святослав познакомился в 17 лет. И вскоре своими руками собрал первый инструмент. Тогда под звуки его самодельной гитары засыпал и просыпался весь двор. Теперь он изготавливает на продажу колесные лиры, кахоны и гусли. Я понял, что мне нужен станок. Я начал с разработки станка, который будет делать гусли. Потом перешел к разработке гусли, которые будут делаться на этом станке. Ну и только потом, когда все детали были изготовлены, я уже непосредственно перешел к сборке, настройке. То есть около года на реализацию проекта. Гордость Святослава – колесные лиры или органистры. Это один из наиболее технологически сложных инструментов в репертуаре мастера. Без знания математики, законов акустики и, главное, идеального музыкального слуха здесь не обойтись. Расскажи, пожалуйста, откуда пошло увлечение создавать колесные лиры? Ну, изначально я музыкант, играю на электрогитаре, на обычной гитаре, еще на ряде инструментов. Мне хотелось инструмент, который будет, ну, прям очень необычный. Ну, я прошерстил интернет и нашел колесную лиру. Я понял, что это прям то, что мне надо. Первые колесные лиры появились в 12 веке у восточных славян. Под их разлив рассказывали сказки и пели колыбельные. Со времен Средневековья суть технологии изготовления инструмента почти не поменялась. Колесо будет находиться здесь. Вверх колеса будут натянуты струны. Они будут проходить через вот эту коробку. В ней будут находиться клавиши. Каждая клавиша будет отвечать за отдельную ноту. Исполнитель будет, нажимая на клавишу, менять звук и вращать рукой колесо, пользуясь им как смычком. В мастерской Святослава несколько инструментов в процессе рождения. Уже через полмесяца они отправятся к своим владельцам. Как в Россию, так и за рубеж. Испанию, Германию и Францию. За три года мастер изготовил порядка 40 таких лир. По его мнению, успех инструментов не только в уникальной акустике. Каждая лира имеет собственное лицо. Кельтские узоры, анималистические рисунки. Их Святослав создает на компьютере. А затем выжигает лазерной установкой. Пять минут и узор готов. На каждую лиру уходит два месяца работы. Спрос на его инструменты постоянно растет. Судя по всему, мода на русскую народную музыку в мире набирает обороты. Ольга Литвиненко, Андрей Псом. Утро нового дня. Саша, ну вот я знаю, что ты изнываешь от жиры, но недолго продлятся твои мучения. Потому что уже завтра синоптики прогнозируют дожди с грозами. Поэтому надо будет нам сидеть под зонтиками. Посмотрим, посмотрим. Мне почему-то не верится, что погода нас так подведет. На самом деле, хоть солнышко и припекает, но хорошо известно, что жаркости не ломит. Но все-таки, что же подготовил сегодняшний день? Давайте узнаем в следующем сюжете. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Ну а ты добавим, что в Симферополе сегодня будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит 33 градуса со знаком плюс. А в Севастополе ветер северо-восточный. Воздух будет двигаться со скоростью 11 метров в секунду, а вот воздух прогреется до 28 градусов. На южном берегу Крыма там чуть теплее. Сегодня ожидается до 32 градусов со знаком плюс. Также переменная облачность и без осадков. Очень похожая погода и в Керчи. Там тоже до 31 градуса тепла и тоже без осадков. Ну и надо, наверное, сказать о температуре воды в Черном, а также Азовском море. Вот, например, в Черном, возле Феодосии, вода прогрелась до 24 градусов. В Алуште до 23. В Севастополе там чуть прохладнее вода, 22 градуса со знаком плюс. В Керченском проливе 24 и в Азовском море тоже 24 градуса. Ну, конечно, самая теплая, я бы даже сказал, горячая вода здесь на фестивале «Экстрим Крым». Не только потому, что здесь мелкое море, которое прогревается хорошо, но и потому, что здесь столько людей, которые своими телами, душами и хорошим настроением согревают. Просто согревают и воздух, и воду. Но еще хотелось бы сказать, Саш, что уже скоро, в следующее воскресенье, состоится день военно-морского флота в Севастополе. И начнется он с такого очень интересного мероприятия, с холостого выстрела из 36-фунтовой корабельной пушки, возраст которой составляет порядка 200 лет. Ну, надо сказать, что, конечно, военное оружие, вообще, тема войны всегда в Севастополе являлась такой доминирующей. И является, можно сказать, такой вот печатью города, его лицом. А вот у Симферополя другое лицо. Это лицо, железнодорожная башня, вокзала нашего. Это правда. Это правда. И Татьяна Валыкина не просто посмотрела на нее внешне, она проникла в ее сердце, можно сказать. И расскажет об этом вам прямо сейчас. Быть в Симферополе и не сделать селфи с вокзальными часами значит не прикоснуться к главной тайне города. Эта башня с циферблатом почти 70 лет притягивает взгляды всех приезжих. Архитектор Алексей Душкин умудрился не только построить интересное здание, но и оставить загадку, которая до сих пор будоражит умы астрологов. Кто-то внес путаницу в расположение знаков. Существует легенда, что в часах зашифрована судьба Крыма. Неправильное расположение знаков зодиака придает им таинственность. Кроме того, вместо девы, весов и тельца изображены змеиносец, гончие псы и лебедь. И железнодорожные ворота, и башню строили пленные немцы. Проект, естественно, был одобрен на самом высоком уровне. Материалы использовали только лучшие. Инженеры посчитали, что на настройку этого сооружения, водонапорной башни, ушло порядка 20 миллионов кирпичей красных. Ну и обшитого, конечно, плиткой. Вот он, главный смотритель времени. Николай Есиков уже два года следит за точным ходом симферопольских часов. За время своего существования часы ломались только один раз. Практически все механизмы сохранились с 1952 года. Заменили только латунную шестеренку и стрелки. По словам механика, без перебоев проработает еще лет 50. Мало кто знает, что вокзальная башня – это еще и водонапорная вышка. Трубы и краны соседствуют с часовым механизмом. Она необходима была для снабжения железнодорожного узла и частичного железнодорожного района питьевой, хорошей водой. Высота постройки вместе со шпилем – 42 метра. Всего в ней 4 уровня. Внутри тишина и стук часов. Огромные противовесы без шума надвигают шестеренки. Все устройство механическое и только бой курантов электронный. Компьютер стоит в помещении, чуть дальше там, а динамики вынесены на саму башню. Сердце башни на третьем уровне. Как ни странно, здесь нет огромных деталей. Заводят часы раз в 10 дней. Механику необходимо сделать 40 оборотов с весом более 200 килограммов. На последнем уровне башни никаких важных механизмов нет. Рабочие туда забираются крайне редко. Но и там есть на что посмотреть. Вот такой потрясающий вид открывается со смотровой площадки на часовой башне железнодорожного вокзала. Видно практически весь город. А еще хорошо видно, как готовится вокзал к прибытию первого поезда с материка. Рабочие укладывают плитку, машины подвозят стройматериалы. Уже в декабре на перрон сойдут пассажиры из Москвы. И, конечно же, сделают фото на память с загадочным циферблатом. Татьяна Балыкина, Сергей Козырь. Утро нового дня. Саша, ну вот я уже призналась, что у меня с волейболом отношения не сложились. Расскажи ты. У меня тоже. Я вообще, мне очень стыдно тоже признаваться, но я никогда в жизни, ни разу в жизни, вот не поверишь, ни разу. Не играл в волейбол. Не играл в волейбол. Я тебе не верю. И в футбол тоже ни разу не играл. Даже правила игры не знаю. Я играла в футбол и играла на каблуках, в туфлях и как-то их порвала. Мне очень нравилось играть в футбол, а вот в волейбол я не люблю. Ну, я думаю, что у меня есть повод поучиться уму-разуму, потому что прямо сейчас меня ждет гость по этой теме. Я думаю, что он много чего интересного мне расскажет. Да, волейбол это, конечно же, очень примечательная, очень зрелищная игра. И я думаю, что большинство крымчан все-таки играли, в отличие от нас, Саши. И насколько это у вас получается, вы можете присылать к нам на наши страницы в Инстаграме или ВКонтакте. Рассказывайте, а еще лучше присылайте свои фотографии. Ну, а в гостях у нас сегодня Руслан Старихов из города Москвы, который волейболист профессиональный, можно сказать, и, наверное, знает об этом все. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Руслан, вы волейболист. Да. Скажите, вот условия игры в Крыму отличаются от вашего родного города Москвы? Да, я бы сказал, в превосходной степени. Почему? Потому что здесь чудесная погода. Я считаю, что это рай для пляжников, потому что белый ракушечный песок, изумрудное море, очень красивые люди, теплота этого края, я думаю, что намного отличается. А технически, вот классический волейбол и волейбол пляжный отличаются чем-нибудь? Да, кардинально. Объясню почему. Потому что в классическом волейболе там играют шесть игроков в зале, в кроссовках, в комфортных условиях, и каждый исполняет свое амплуа. А пляжный волейбол, он отличается от того, что ты и нападающий, и защитник, и доигровщик, и пасующий, и условия намного сложнее, чем в классическом волейболе. Потому что здесь ветер, солнце, песок, море, красивые женщины. Наверное, самый отвлекающий фактор. Да, да, да. А мужской и женский волейбол, ну, скажем, понятно, что валами отличаются, а вот тоже в сути своей имеют различия? Да. Мужской волейбол, он преобладает мощь, быстроту, тактику и в основном на физические данные. А у женщин более преобладает коварство, хитрость, как и в жизни. Здесь тактика у женщин, и более, они агрессивнее как бы подходят. Агрессивнее? Да. Ну, в моей практике, по крайней мере, и так. Но красивее, конечно, женский волейбол наблюдать намного красивее. А сколько вы уже играете в эту игру? В эту игру я играю 20 лет, мне 50 лет. Это секрет вашей молодости вечный? Да, да, да. А как вы к этому пришли? Почему именно волейбол? Почему волейбол? Потому что я с детства любил играть в волейбол. Потому что раньше на всех площадках, я родился в СССР, играли в волейбол парковый. У нас не было пляжного волейбола. И мы играли в парке. На песке? Нет. Ну, когда на песке, когда на грунтовом покрытии. И с тех пор я полюбил волейбол играть именно на природе. А потом к нам пришел пляжный волейбол. Он сейчас завоевывает огромную у нас популярность. Наши ребята завоевывают. Вот недавно как раз стали чемпионами мира наши ребята. Он в закрытых помещениях, в открытых площадках. Он везде набирает популярность. А нужны какие-то особенные данные для того, чтобы заниматься волейболом? Мы знаем, что для баскетбола нужен рост. То есть я, например, не подойду. А для волейбола? Для волейбола, я считаю, что для профессионального, конечно, рост имеет значение. Но для пляжного волейбола, как показывает мировая практика, нет. Не всегда высокие пары бывают в призовых местах. Вот, например, Бруно. У него рост метр семьдесят всего. Он чемпион мира, олимпийский чемпион мира. Есть ребята, которые низкорослые и быстрые, потому что в пляжном волейболе в основном это ноги. Самое главное? Ну, практические. А вы как считаете, волейбол это интеллектуальная игра? Да. Именно пляжный волейбол, это игра интеллектуальная. Там нужно знать очень много тактик, очень много схем и подстраиваться под это. Если в пляжном волейболе есть тактика своя, то пляжный волейбол, наверное, отличается, потому что нас всего двое, и мы должны защитить все поле. И мы переговариваемся даже на своем языке. А можете рассказать о жестах этого языка? Ну, жесты языка... Если не секрет, конечно. Ничего секретного здесь нет. Каждая пара показывает сзади, какую комбинацию он будет выполнять. Например, он будет закрывать эту зону, или показывать эту, или этому блок не ставить, или ставить буду этому блок. Там и напарник это должен исполнить, потому что именно синхронизированность напарников – это 50% победы. А много жестов в этом языке? Нет, их немало. Ну, каждая пара обычно вырабатывает свои жесты, но основные, как говорится, международные, их немного. А, скажем, эти жесты должны быть втайне от членов другой противоположной команды? Ну, естественно, вы же показываете им ваш следующий ход, вашу атаку защиту. Соответственно, чем более тайна будет зашифрована, тем криптографически это скрыто, тем больше шансов победить. То есть, да, то есть, как мы будем действовать. А здесь вы сколько дней уже пребываете на экстрим-крыме? Я на экстриме сначала и очень доволен атмосферой, доволен организацией этого праздника. Она проходит на высшем уровне. Поверьте, я выиграл на Уральских горах, на Санкт-Петербурге, в прекрасном пляже солнечном. Но та атмосфера, которая присутствует здесь, она, конечно, уникальна. Я считаю, что это жемчужа пляжного любого в России. Ну, по крайней мере, я думаю, что все постарались, чтобы сюда было приятно приезжать. И действительно много людей. Да, очень приятно. У меня так к вам маленькая просьба будет. Пожелайте что-нибудь крымчанам и всем гостям полуострова, чем-нибудь хорошее. Я желаю им оставаться такими же солнечными, какие они есть на самом деле. Такими добрыми, доброжелательными и открытыми людьми, какими они есть. Им даже желать нечего, они на самом деле такие. Мне здесь очень приятно. Спасибо вам большое. У нас в гостях Руслан Салихов, город Москва, волейболист. Нам сегодня много чего интересного рассказал. Спасибо вам. Вам спасибо. Мы двигаемся дальше по волнам нашего эфира и Крымонлайн. А я присоединись к своей соведущей. На Евпаторийском шоссе очевидцы засняли водителя, создавшего аварийную ситуацию на дороге. Пока автомобилисты стояли в пробке, этот мужчина решил сэкономить время и выехал на встречную полосу. К счастью, обошлось без происшествий. А вот такой сольный концерт засняли очевидцы на одной из улиц Севастополя. Мужчина, видимо, уставший от городских пробок и июльской жары, решил расслабиться и спел прямо за рулем автомобиля. В социальных сетях комментаторы оценили вокальные способности солиста, но за безрассудство на дороге осудили. Забыли о правилах дорожной безопасности и эти рулевые. Разогнавшись на скутерах по трассе, молодые люди попытались исполнить опасные трюки. Но как бы эффектно не выглядел стандрайдинг, заниматься этим экстремальным видом спорта нужно в специально предназначенных местах, а не на проезжей части. Этим роликом в социальных сетях поделился турист из Москвы. Пока некоторые боятся заходить в море к медузам, мужчина бесстрашно познает подводный мир и знакомится с его обитателями. Яркие кадры, снятые в бухте Ласпи, впечатляют. Пока одни изучают полуостров под водой, другие смотрят на него с высоты птичьего полета. Отдыхающий из Смоленска поднялся на параплане над Фиолентом и снял это на гаджет. От одного вида дух захватывает, только представьте, какие ощущения можно испытать во время полета. Гости полуострова продолжают делиться впечатлениями. Во время отдыха в Порт-Энити туристы подружились с необычными местными жителями. На балкон к щедрой на угощение семейной паре эти серебристые чайки прилетали по несколько раз в день и ни разу не остались без обеда. Саш, ну вот ты задумывался когда-нибудь, что оказывается существует даже такая статистика, сколько машин и какие машины чаще всего угоняют? Не задумывался, но наверняка такая есть. Какие же чаще всего угоняют? Наша, отечественная. Как ты думаешь, какая? Запорожец. Не угадал. Волга. Ну хотя ты знаешь, ты был очень даже близок. А вот почему Волга? Оказывается, эта машина особенно пользуется спросом у ретро-коллекционеров. Вот именно поэтому на нее и покушаются все угонщики. Поэтому я думаю, что в скором времени запорожцы и жигули тоже могут попасть в этот список. Я думаю, отчасти еще и потому, что система блокировки замков не очень совершенна. Не очень хорошая, это правда. Это точно. Ну вот сейчас наш корреспондент, наш коллега Артем Андроновский вышел на улицы Симферополя, а он нам тоже расскажет установку на улицах нашей столицы и может быть даже расскажет о пробках. Коллеги, не смог удержаться и не посмотреть на эту красоту. Да что уж я рассказываю, давайте покажу и буду комментировать, потому что не было в Симферополе 10 дней. И казалось бы, ну как можно отвыкнуть от настолько привычного будничного города? А нет, оказывается. Забрался на вершину лестницы любви, кстати, о ней сейчас поговорим отдельно. И смотрю и думаю, все-таки зелень никогда не променяю на золото, песка, степи. Хотя, в принципе, в жизни периоды должны быть разные, поэтому зарекаться не будем и вам не советую. Тем временем рекомендую оглядеться вместе со мной, внимательно посмотреть на то, что происходит в Симферополе. Потому что, к моему удивлению, просто не поверите, если я вам расскажу. Отсюда, к сожалению, не видно, но зато прекрасно слышно, поэтому поверьте мне на слово пробок нет до сих пор. Автомобилей много, конечно, но это Симферополь, куда без него, но все движутся, не стоят совершенно. Лишь минимальные тянучки на светофорах, например, Ленина, Пролетарская и тому подобное. Но в целом двигаться очень удобно. Теперь поговорим про лестницу любви. Вот скажу честно, я еще не видел, для кого-то это может быть не новинку, но, наконец-то, непонятные, не совсем культурные надписи убрали и заменили вот такими милыми, симпатичными даже элементами самодеятельности. Теперь, по крайней мере, небольшой забор, если это можно так назвать, белый. На нем нарисованы сердечки, написано слово «любовь». В целом все говорит о том, что это место действительно называется лестницей любви. Но давайте заглянем пониже и убедимся, что сама по себе лестница на самом деле любви лишена, потому что состояние все еще не самое комфортное, не самое лучшее мусора, который сегодня, уж простите меня, является злободневной проблемой. Тоже достаточно много. Куда ни посмотри, его просто не успели убрать. Я видел здесь сотрудницу города, но она, к сожалению, просто еще не дошла до лестницы любви, и я не успел с ней подойти поговорить. Сейчас немножко с вами пройдемся. Ну, во-первых, хочу сказать, что эта лестница, по всей видимости, любви к семечкам, потому что посмотрите просто на количество этих шкурок, их здесь огромное множество, к сигаретам и к пластиковым бутылкам, и ко всякого рода объявлениям и прочему. Ну, хотелось бы лишний раз сказать, друзья, ну вот, понимаю, подъем трудный и не всегда легко нести с собой груз, но глядя на эту красоту, глядя на то, каким зеленым бывает Симферопа летом, как можно просто взять и что-то выкинуть, я это его искренне не понимаю, потому что приумножая красоту, мы сами становимся к ней причастными, мы становимся больше, а поэтому рекомендую вам, конечно же, учитывать все недостатки и проблемы, бороться с несправедливостью и стараться их исправлять. Ну, например, не мусорить или рекомендовать другим этого не делать. Иногда даже в более официальной манере, но, тем не менее, никогда не забывать любоваться жизнью, потому что в каких условиях бы ни были, жизнь, друзья, все еще прекрасна. Поэтому, коллеги, я передаю вам слово, а сам с большим удовольствием побуду здесь еще немного, понаблюдаю за этой зеленью, за этой красотой. Что же, всего доброго и цените место, в котором живете, а главное, заботитесь о нем. Спасибо. Ну, Крым действительно очень богат достопримечательностями, и даже вот, казалось бы, Оленевка, что тут такого? Оно столько всего вокруг. Вот если посмотреть прямо затонувший корабль, еще чуть-чуть прямее будет знаменитый маяк. Да, есть, конечно же, на что посмотреть. Хотя, мне кажется, самая главная достопримечательность – это, конечно же, фестиваль «Экстрим Крым», ради которого сюда все и приезжают отдохнуть, полюбоваться видами и насладиться. Да, действительно, и есть какие виды здесь посмотреть. Кстати говоря, еще одна достопримечательность, о которой почему-то многие забывают – это усадьба генерала Попова, которая находится прямо за моей спиной. Белоснежное здание в классическом стиле. Его стоит посетить. Я думаю, что мы непременно это сделаем. Ну, после эфира. А сейчас мы предлагаем посмотреть сюжет Артема Андроновского о том, что уже интересного ему удалось увидеть там, на водопаде. Мы отправляемся к водопаду «Серебряные струи», что находится в 5 километрах от Соколинова, в Ухчисарайский район. Но эта достопримечательность постигла непростая участь. Об этом немного позже. Хорошо, что подъем облагорожен удобными ступенями. Впрочем, комфортному прохождению маршрута способствует и удобная система обозначений. Дорога к водопаду поросла зеленой буквой аркой. Многовековые деревья стерегут покой и тишину этих мест. Но, что интересно, эти растения эндемики. То есть они растут в Крыму и на высоте более тысячи метров над уровнем моря. Ведь еватая дорога уходит все дальше в чащу. Стремительный водный поток фактически пропадает из виду. Только прислушайтесь. А значит, нам туда. Неподалеку нам встречается карта местности. Уже ветхое, надоломленное напоминание былой популярности туристического маршрута. Присутствие человека ощущается даже в таком глубоком лесу. И несмотря на достаточно ветхое состояние, это служит на пользу пешему туризму. Сквозь шелест листвы спокойной гармонии звучат прозрачные струны водопада. Еще поворот, и мы у заветной цели. Ну вот мы и пришли. Водопад «Серебряные струи». Давайте спустимся поближе и рассмотрим это чудо крымской природы. Практически три года назад облик водопада изменился навсегда. Большая часть туфовой шапки обрушилась вниз. Горная порода упала под воздействием множества факторов, но главным из них является мороз. Обледеневший водопад отяжелел, и древнее наслоение, не выдержав веса, откололось. Посмотрите. Огромный пористый массив спрятал водопад от глаза пешего туриста. Но, обладая достаточной смелостью и ловкостью, можно пробраться к воде, ощутив на себе бодрящую силу серебряных струй. Спрятанный за туфом водопад прохладным потоком устремляется вниз. Купаться здесь теперь небезопасно, но это никак не мешает насладиться красотой и грацией, стекающих по обомшелой поверхности струй. И пусть он навсегда изменил свой облик, место все еще хранит ту красоту нетронутой природы, ту мощь, бьющего ключом горного потока. Живописный водопад был не единственной целью на нашем пути. Дальше нас ждет финал нашего путешествия, но на этот раз не природный, а рукотворный. Сложно поверить, но глубоко в лесу, среди буковых зарослей, расположен бассейн, не самого обычного назначения. В нем когда-то выращивали благородную рыбу. Ну и наконец-то, спустя два километра пути, Юсуповское озеро. Искусственный водоем-питомник, в котором выращивалась форель, специально к столу князя Юсупова. Вода здесь имеет удивительно бирюзовый цвет. Дальше идти некуда, но признаться и совершенно не хочется. Артем Андроновский, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Путешествуйте, отдыхайте душой и телом. Приезжайте сюда, в Оленевку, где проходит фестиваль спортивных состязаний «Экстрим Крым». Спасибо, что были вместе с нами. Ну а наше время, к сожалению, подошло к концу. Но мы встретимся с вами завтра, ровно в это же время. С 9 до 11 на фестивале «Экстрим Крым» выходит утро нового дня. И я, Александр Ткачев и Салия Салямова будут с вами. Ну что ж, идем? Музыка